Вчера мы давали характеристику периода времени с эпохи восстановления храма и до Ешуа Мессии, до конца первого века нашей эры. Сегодня мы продолжим наше исследование, и сегодня у нас немножко другой будет план. Мы будем не в хронологическом порядке идти, а как бы в тематическом порядке. Мы будем говорить об устной Торе, о Мидрашах, о Талмуде, а также о таком явлении, как Кабала, то есть мистическое толкование Торы. Но вначале я хочу, чтобы вы записали некоторые даты, на которые мы можем опираться. Я вас просил запомнить две даты, которые будут и на тесте, и, вероятно, вы должны знать. 70-й год нашей эры, год разрушения храма. 135-й год, это уже окончательное поражение евреев, и уже, можно сказать, начало Великого Галута. Да, 70-й год разрушения храма, и часть евреев была взята в плен, да, часть была изгнана из Израиля, но этот процесс, в основном, завершился в 135-м году, да. Евреи в Израиле всегда были, поймите, так. Всегда какое-то количество евреев, как они назывались, которые жили в Израиле? Ишуф. Ишуф, да, слово Ишев, жить или сидеть. Ишуф. Всегда евреи, какого-то количества были в Израиле. Даже хотя бы там в Иерусалиме находили две семьи евреев, но всегда евреи присутствовали. Хотя было время, когда из Иерусалима полностью выселяли всех евреев. Но, все-таки, оставалось в Израиле много евреев или мало? Очень, весьма незначительная часть, да. И мы помним, что в городе явно, да, была Академия, и там находились еврейские мудрецы. И вот будем сегодня исследовать, да, чем же они там занимались. Я хочу, чтобы у нас были такие основные наметки. Я еще раз говорю, что я не буду бывать абсолютно точной датой. Я сам оперирую, как? Я оперирую фактами в взаимоотношении их с другом. То есть, синтетическое такое мышление. Не аналитическое. Поэтому мы можем выделить определенные периоды времени. Для начала возьмите так. Дата, римская история и параллель еврейская. Да? Еврейская, христианская и иудейская история. Поэтому возьмем так. Записывайте себе такую таблицу. Первая, значит, часть. Время до сотого года до нашей эры, до начала нашей эры. Мы сейчас пишем хронологическая таблица, да? До сотого года до нашей эры, до начала нашей эры. Римская история, вторая колонка, да? Третья, это еврейская история. Иудейская и христианская. Потому что вы знаете, что христианство, да? Это что? Это и есть иудаизм в действии вместе с Ешевым Мессией. Ну, может, потом я вам дам переписать, если хотите. Но сейчас не будем тратить на это время. Итак, первое у нас сотый год до нашей эры и начало нашей эры. В Римской империи, значит, век революции, становление цезаризма, то есть империи, и Рим становится владыкой мира. Помните, происходит ряд революций, в результате которых приходит к власти сначала Юлий Цезарь, да? Потом его свергает, потом приходит к власти Охтавиан Август. То есть это очень такой бурный век. Век революции, век становления цезаризма, то есть империи, и Рим становится владыкой мира. Со стороны еврейской истории, Иудеи становятся римской провинцией, Ирод Великий назначен царем Иудеев и рождение Ешо Мессии. Помните, рождение Ешо Мессии датируется примерно либо четвертым, либо шестым годом до нашей эры. Есть два типа датировки. Второе, это с начала нашей эры, да? До сотого года нашей эры, то есть первый век нашей эры. Римская история, это эпоха императоров, такие как Нерон, Веспасиан, Тит и другие. Происходит покорение Британии, происходит покорение Галии, да? Еще Юлий Цезарь Галию завоевал. И идет экспансия Рима. Рим постоянно расширяется, да? Рим постоянно расширяется. Какие же события в этом веке, основные в еврейской истории? Распятие Ешо Мессии, тоже мы точно не знаем. Либо 27-й, либо 29-й год. Ну, к 30-му году он точно уже был распят. И создание церкви, да? Церкви, мы говорили, это что? Это не есть нечто противоположное еврейству. А церковь, это составная часть еврейской структуры, еврейской общины и так далее. Да. И в начале церковь, мы говорили, еврейское чисто, да? Потом церковь с евреями и язычниками. И потом в некоторых областях, где проповедовал Павел, церковь, где преобладают язычники, да? Это, в частности, в европейской части. Разрушение Иерусалима, мы говорили, 70-й год нашей эры. Появление посланий Павла и составление Евангелий. Это события до 100-го года. Вы помните, последний из этого поколения, это кто был? Иоанн, да? Да, он где-то умер около 90-го года нашей эры. Теперь с 100-го по 200-й год. Да. Эпоха таких императоров, как Трояна, Адриана. Но начинается экономический и моральный упадок империи. Эпоха императоров Трояна, Адриана. Экономический и моральный упадок империи. При Трояне, при Адриане Рим как бы наверху своего владычества, да? Но что уже есть? Червоточина. А последняя страна, которая была завоевана, это Дакия. Это территория современной Румынии и Молдавии. После этого Рим уже начинает, наоборот, отступать, откатываться. Значит, с 100-го по 200-й век. Троян, Адриан. Экономический и моральный упадок империи. В еврейском. Это второе и третье еврейское восстание. Третье еврейское восстание – это Бар-Кохбы. Мы говорили, закончилось в 135-м году. Эту дату запомните. Усиление преследований римлянами христиан. И в истории церкви доктринальный уклон. То есть, много язычников пришло в церкви. С другой стороны, лидеры церкви подвергаются гонениям. Лидеры церкви, которые хорошо знают Писание, очень мало. Писание люди не знают. И что у них начинается? Да, всякие доктринальные уклоны или ереси. Мы об этом будем говорить. Значит, следующий век. 200-го по 300-й век. Здесь уже Римская империя начинает постепенно отступать. Помните, Марк Аврелий – это был последний император победоносный. После него его сын Камот неудачник был. Смотрели фильм «Гладиатор», да? Вот сын, сын вот этой дочери, да? Был мальчик, потом в результате переворота, ему было где-то 11 или 12 лет, он был убит. И его, ну как сказать, воспитатель Максимин становится императором. Но и Максимин, тоже Максимина убивает, вернее, он погибает во время, при загадочных обстоятельствах, во время похода на Персию. И идет эпоха так называемых солдатских императоров. Императоры буквально выбираются на 2-3 года, а то некоторые даже и годы не царствуют. То есть полный, как говорится, бардак и развал, да? Римской империи. Но затем, к 300-му году, происходит раздел империи на западную и восточную. И восточной Римской империи какой выдвигается лидер к 300-му году? Константин, да? Значит, я говорю о периоде с 200-й по 300-й год. Примерно, вот чтобы вы знали характеристику. Значит, натиск на границе Римской империи, германцев на севере, парфян на востоке, эпоха военных диктатур, так называемых солдатских императоров. Вы знаете, что в истории много таких случаев были, когда императоры ставили даже в Турции, янычары, например, мамелюки в Египте. Да, и у нас тринцы тоже кого хотели, ставили в свое смутное время, помните, было. То есть, вот такую эпоху переживала и Римская империя. Итак, эпоха военных диктатур и заканчивается разделом империи на восточную и западную Римскую империи, да? И лидер восточной Римской империи Константин на некоторое время, он объединяет эти империи, потом они опять разделяются. Хорошо, теперь, что же с евреями? Евреи становятся римскими гражданами. Римский обвиняет христиан в подрывной деятельности. То есть, этот век для евреев был лучше, чем для христиан. Почему? Потому что основной упор делается, что на преследование христиан. Мы будем говорить, что было около 10 преследований христиан в этом веке. А евреи в более хорошем положении. Поэтому, смотрите, а быть евреем и христианином, это быть хуже всего, правда? Потому что начинают их ругать христиане и язычники, потому что они евреи, и начинают их ругать евреи, потому что они христиане. И в это время выгоднее кому быть, евреем или христианином? В этом веке было выгоднее быть именно евреем. Хорошо. Следующий, значит, с 300 года по 400 год. В Римской империи император Константин на время объединяет империю. Эпоха Феодосия. Вот при Константине и Феодосии империя опять становится единой. Но тоже на непродолжительное время. Где-то 80 лет этот период. Потом что случается с империей? Она распадается и уже распадается окончательно. На западную римскую и восточную. Чтобы вы поняли, и та называлась римская и та. То, что мы говорим в Византии, это такой же нонсенс, как Киевская Русь. Было Киевское Великое Княжество или Русь, русское княжество. Но не было Киевской Руси. Так же не было в Византии. Когда был город Визант. Визант это значит, что вижу, вижу напротив. Это люди, которые были напротив. И помните, я вам показывал, что со стороны Турции еще очень древнее было государство Хетов. И какой герб? Двуглавый Орел. И города Византии был тот же самый герб. Потому что они относились в то время к Киевской империи. Затем там еще сменились ряд империй. И была уже греческая культура. Но город этот процветал, потому что это был важный торговый пункт. Константин перенес туда империю. И стала называться Великая империя Ромео или Романия Магна. Романия Магна. Есть сейчас государство, которое сохраняет это название. Да? Да. Никогда не было Византийской империи. Чтобы вы поняли. Когда уже стал столицей империи, это уже город Константинополь. Это не Византия. И Византия это просто для удобства, выдумка кого? Историков. Выдумка историков. Если кто-то сказал, что ты византиец, он бы, может быть, возмутился. Со стороны арабов, со стороны Востока, тюркских народов. Рум. Отсюда. Ромеи. А Западная Римская империя, когда ее завоевали Франки, начала называться Фразии или Франки. Если вы берете арабских, восточных, то говорят Рум и Франки. Слышали? То Рум это относится к какой? Восточной Римской империи. А Франки это говорится о Западной Римской империи. Итак. Что же было для евреев? Для евреев и христиан. В общем-то, христиане сначала обрадовались, что это было хорошо. Константин принял христианство. И они подумали, что это очень хорошо. Но в действительности, в конечном счете, лучше бы Константин христианство не принимал. Но мы об этом потом поговорим подробнее. И Константин, он христианство насильно, насильно внедряет. И происходит первый собор христианский в городе Никея. 325 год. Запишите эту дату и запомните. 325 год. Это да. Это первый Никейский собор. И он принял ряд антиеврейских законов. И с того времени христианство отчуждает от евреев. Хотя на Востоке еще евреи и христиане продолжают себя чувствовать более или менее комфортно, например, на территории Персии. Но на территории Римской империи для евреев наступают очень плохие времена. В особенности для евреев-христиан. Им предлагают либо отказаться от всего еврейского, стать христианами, либо возвратиться в иудаизм. Кроме того, Константин тоже издает ряд антиеврейских законов. В частности, запрещает изучать и читать Тору на иврите. Только на греческом. Ну, он хотел унифицировать служение во всей империи. И для того, чтобы евреи на каком-то непонятном языке говорят. Мало ли чего они молятся. Вот поэтому, допустим, Шма... А, нет, ну да. Шма Исраэля Данай-Лагейна, Данай-Хат. Мы говорим громко, да? Абарух Шемка, вот, Малхуто. Еврейская традиция говорит, надо тихо говорить. Почему? Да, благословенно. Царство его, не царство императора, да? Во веки веков. То есть, получается, что евреи выступают как бы антиимператорские, да? Вот. И с евреями возникает большая проблема. Происходит принятие основных символов веры в ряде законов, в ряде соборов, и происходит канонизация Нового Завета. Этот период заканчивается канонизацией Нового Завета, примерно 395-й год. И появляются законы, ограничивающие права нехристиан. Все язычники империи становятся христианами. Единственный народ, который остается нехристианский на территории Римской империи, то евреи, да? И на евреев начинаются опять очень сильные гонения. Причем те христиане, которых гнали, да? Теперь они уже гонят евреев. Они уже отвязываются на полной катушке. Происходят страшные вещи. Например, в Александрии, помните, Александрия, да? Александрийский университет. И там происходит страшный погром, который направлен против евреев и прочих различных ученых. Против ученых, которых обвиняют в язычестве. Даже одну женщину ученую, ее буквально христиане, тело разрезают раковинами, острыми раковинами на куски. Можете себе представить, какие это были христиане. Я думаю, что в этих погромах участвуют основные деклассированные элементы. Вы сами понимаете, что подлинные христиане, они также страдали от этих всех погромов, как и некоторые были христиане, которые не смирились с императором Константином. Мы тоже будем о них говорить. Да. И, значит, это 300-400 год. И примерно с 400 года до 600 года начинается вторжение вандалов, готов, гуннов, закат Рима. Римской империи становятся повелители-варвары. С 400 по 600 год. Там происходит несколько раз, более 10 раз Рим переходит из рук в руки. И фактически от Рима почти ничего не остается. И первые варвары пытаются восстановить Римскую империю, мы будем говорить об этом. Это Готы. И, в частности, Теодорих хочет восстановить. Позднее, в 1000 году, это становится Священная Римская империя, да? Германской нации. Но мы потом будем уже об этом говорить. Но к 600 году происходит такое положение, что Рим уже никому не нужен. И там даже варвары не хотят царствовать, что Рим превратился в груду развалин. И только римский папа, то есть епископ римский, он берет власть в свои руки. И 600 год – это начало папской власти. Итак, с 400 до 600 года, вторжение различного рода варваров, вандалы, готы, гунны, распад полный Рима, повелетели варвары на троне Римской империи. Над Европой опускается ночь феодализма. И если Западная Римская империя к этому времени заканчивает свое существование, то Восточная Римская империя сколько еще существует? Еще примерно 1000 лет, да? Еще 1000, да. Вот если в 500 году в основном Западная Римская империя была разрушена, то до 1500 года, вернее до 1400, если не ошибаюсь, 68 или 65 года, еще сохраняется Восточная Римская империя с Константинополем в главе. Так, что же происходит с христианством? Христианская церковь усиливает свои позиции. Это фактически реальная, единственная реальная власть. Потому что масса разробленных княжеств, да? Каждый из варваров делает свое княжество, графство, Вургундия, Нормандия и так далее, да? Каждый варвар, он сам себе становится маленьким царьком. Единственным объединяющей силой на Западе, это кто становится? Папа Римский, да? Папа Римский. А на Востоке, еще в Езотийской или Римской империи, Восточная сохраняется. Христианская церковь укрепляет свои позиции в империи, возникает папство. И евреи – единственный христианский островок в христианском мире. Затем Средневековье. Ну, о Средневековье мы будем говорить завтра, послезавтра. Теперь мы поговорим об эволюции устной Торы. Помните, мы говорили, что есть какая Тора? Слово слово Тора что означает? Неправильно. Был такой ФТС, где закон слова – это неправильно. Это не закон, это учение, наставление. Законы выводятся на основании Торы. На основании Торы выводятся законы. Есть заповеди, есть толкования. Законы выводятся на основании Торы. Но учение, учение и толкование. Учение – наставление Тора. И Тора бывает какая? Устная и письменная. Какая Тора появилась вначале? Устная. Мы говорили, у Авраама не было письменной Торы. Мы даже не знаем, был ли аграмотный Авраам. Но он передавал своим потомкам то, что получил от Бога. Маше был первый, кто записал Тору. И фактически это что? Тора – это пятикнижие, основа которой составляет 10 заповедей. А все остальное – пятикнижие. Оно рассказывается, как происходило все это. Показывает, как выполнять эти заповеди. То есть, является уже записанными комментариями к выполнению этих заповедей. Но сама по себе Тора, она тоже не совсем точна. Торе сказано, что делать. Но не сказано, как делать. Помните, мы говорили? Обрезать надо орган какой-то у человека. И тот же орган орла надо обрезать у дерева. Когда дерево до трехлетнего возраста, помните, с четвертого года можно только принести плоды в храм, и дальше можно пользоваться этими плодами. До трехлетнего у дерева надо что? Обрезать или обрывать орла. Вот мой дедушка еврейский, я не знал даже. А вот вишня, вы знаете, вишня, она буквально на второй год начинает цвести. И вот мой дедушка подходит к вишеньке и обрывает цветочки. Я говорю, дедушка, а зачем это нужно? Ну, говорит, так надо, это дерево еще слабое. Оно еще не может плоды давать, оно будет быстро истощаться и так далее. То есть, мой дедушка обрывал это дело орла. А у человека обрезает орла. Но в Торе не сказано, что такое орла. Или, значит, что нужно на жертвенник ложить халев, да, жир. Но в Торе нет огласовок. И халев, молоко, пишется точно так же, как халев. Может быть, на жертвенник нужно улить молоко? Мы не знаем. А откуда мы знаем, что ложить надо на жертвенник? Из устной традиции, из устной Торы, правильно? Вот. И также еще многие другие вопросы. Например, в субботу нельзя делать никакую работу. А что такое работа? На Песах нельзя есть хамец, кислая, да? А что такое хамец? Тоже есть разные рассуждения по этому вопросу. Поэтому есть устная Тора. Устная Тора. Моисей получал на горе Синай личные откровения от Бога. И также последствия он получал. И это вошло в устную Тору. Значит, было нечто, что не записывалось. И помните, устную Тора Моисей передал кому? Егоша бен Нуну, да? Егоша бен Нун передали судьи, да? Судьи кому передали? Пророкам. Пророки кому? Мудрецам Великого Собрания, да? Последний из них был Гилель, да? Вы помните? Затем, что у нас происходило дальше? Царь Эзра собрал мудрецов. Да. Эзра собрал мудрецов, да? И канонизировал Танах. Канонизировал Танах. Да. И это были мудрецы Великого Собрания. Последний из мудрецов Великого Собрания, да? Мы говорили Гилель. И он же считается первым из Танаев. Следующие люди, которые занимались этим, назывались Танаи, Амараи, Савараи и так далее. Да. Теперь мы будем говорить о традиции, о традиции, значит, устной Торы. И вы помните, что где-то около 200-го года нашей эры устная Тора была записана. И как это их назвали? Мишна, да? А потом к ней еще добавили Гимару и получился Талмуд. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. Итак, значит, эволюция Талмуда запишем. Эволюция Талмуда. Да. Значит, примерно 400-й год до нашей эры. Ну, считаю, что 445-й год. Ну, пиши, верно, запиши. Значит, примерно 400-й год, в скобках 445-й год до нашей эры. Канонизация Пятикнижья. Канонизация Пятикнижья. Что это значит? Пятикнижья. Было написано иврите Моисеем. И затем была редакция, вернее, канонизация, я хотел сказать, Танаха. Пятикнижья было написано Моисеем. Затем Эзра собрал разные книги пророков, да, разные исторические книги. И на основании этих исторических книг он написал там еще свои книги царством про Липоменон или хроники. И, в конце концов, вот то, что оказалось, да, мне сам Эзра один работал, там много-много мудрецов работало, да, учеников, софрым, то есть переписчики книг. Помните, вы говорили? Те люди, которые писали, книжники, вот, они канонизировали Танаха. И так, значит, в 445-х скобках, вот до нашей эры, канонизация Танаха. Значит, Тора была написана Моисеем, да, а позднее все эти собрания, сочинения, так сказать, было уже канонизировано Эзры и Неемии. Это была первая канонизация Танаха, да, Эзры и Неемии. С 400-х по 200-х год, эпоха мудрецов Великого Собрания, появляется такой новый вид комментариев, который называется Мидраж. Слышали все? Да, Мидраж – это расширенное толкование Торы, когда тот, кто пишет Мидраж, что-то присоединяет от себя. Начались Мидраши как записи проповедей. Помните, в это время, когда евреи возвращаются в Израиль, уже установилась у них практика чтения Торы. И к Торе, да, считает Тору, и к Торе присоединяет маленькую проповедь – Драж, которая относится к теме этой проповеди, этого недельного отрывка. Отсюда происходит Мидраж, да, Мидраж или исследование, да, Мидраж или исследование. Значит, это примерно 400-й по 200-й год до нашей эры. Значит, это зачатки талмудической учености, неофициальная интерпретация Моисеева Закона. Возникновение библейской экзогезы, экзогезы, то есть правил изучения на иврите. 200-й год до нашей эры, по первый год нашей эры, даже, можно сказать, по 10-й год, ну, 200-го года до нашей эры, до начала нашей эры, это эпоха пар. Помните? То есть, Великое Собрание Среди Дреон уже в это время превращается в какую-то политическую структуру, да? Они уже не занимаются исследованием Торы, но зато появляются пары, выдающиеся ученые, да, Зу-Год. Мы говорили, 5 пар таких. Их было больше, но наиболее известные, да, 5 пар. Значит, это с 200-го года до нашей эры, до начала нашей эры. До начала нашей эры, 10-го года. Да, эпоха пар, да. До 10-го года это смерть Гелелия, да, смерть Гелелия. Значит, эпоха пар. Толкование закона развивается в новых условиях. В конце этого периода появляются две школы. Гелелия и Шамая. Школа Гелелия и школа Шамая. Следующее. С начала нашей эры до 200-го года нашей эры. Это эпоха Мишны. Мы будем об этом сегодня говорить. С первого года, да, с 200-го года нашей эры. Эпоха Мишны. Эпоха Мишны. Можно куда-то повторить? Да. Ну, с начала нашей эры, ну, можно сказать, с 10-го года, да, как вот умер Гелелий, да. До 200-го года нашей эры эпоха Мишны. Ну, с начала нашей эры, 200 лет, да. Я вам даю круглые даты, чтобы вы просто запомнили, да. Вы должны запомнить 200-й год нашей эры, окончание Мишны. 500-й год нашей эры, окончание Гемары. Да. Помните? Эти даты вы должны помнить. Остальное вы как запомните, как в процессе, да. Я не буду вас требовать, какого числа и какого года. Да, 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 Талмудов, 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 да. Вот эти люди, которые занимаются этим делом, называются Танайи. Танайи. Мы потом расшифруем, что это такое, да. Мишна вначале существует устно, но в связи с тем, что мало остаётся мудрых мудрецов, надо что-то делать, потому что всех перебьют, никто не сможет научить других. И поэтому нужно записать. И вот так тоже сидели студенты и записывали, что говорил Гилель, что говорили мудрецы другие, да. Они записывали, записывали. Примерно к 200-му году нашей эры один человек, которого звали Ягуда Ганаси, собрал все эти записи, их разделил на шесть крупных таких отрывков, да. И получилось то, что мы называем Мишна. Мы будем говорить об этом подробнее. Просто сейчас даты, да. Мишна. И Мишна написана на каком языке? На иврите. И состоит, можно сказать, из двух частей. Это Галаха, Закон и Агада. Сказка, повествование, да. Буквально Агада, сказание, сказка. Помните, Шурик собирал сказки, песни, тосты, да. Это различные нравоучительные истории или высказывания еврейских мудрецов. Вот один из трактатов такой, Перкей, Авод, я его очень люблю, да. Вы знаете. Да, Галаха это что? Путь. Путь, да. Это вот можно назвать закон, по которому мы живем, да. Галаха это путь или закон, по которому мы живем, евреи. И Агада. Агада, она не обязательно к исполнению, но она содержит больше такие этические и нравоучительные вещи, да. Она тоже важна, но не имеет силу закона. Значит, Егуда Ганаси, 200-й год, окончательно составил Мишну. Следующий период, да, следующий период, это примерно с 200-й до 400-й год, Палестинская Гемара или Иерусалимский Талмуд. Палестинская Гемара или Иерусалимский Талмуд. То есть Мишна, в свою очередь, подвергалась исследованию. И делались дополнения. Гемара означает полностью выполненное, да. Гемара означает полностью выполненное. И в начале, до 400-го года, формируется Палестинская или Иерусалимский Талмуд. Мишна, она одна, да. А Гемары сколько? Две. Есть Иерусалимский Талмуд, да. И есть Вавилонский Талмуд, как говорят. Скажите, Гемара в Иерусалимском и Вавилонском Талмуде, она одинаковая? Разная. А Мишна? Одинаковая. Чтобы понять, да. Мишна была написана в каком языке? На иврите. А Гемара частично на иврите, да. Частично на арамейском. Значит, Мишане, повторение. Мы об этом будем говорить. Я сейчас вам даю даты. Сейчас я вам не буду всю историю пересказывать. Правда? Мы будем этим заниматься в течение сегодняшнего дня. И состоит из трех частей. Да. И состоит из трех частей Иерусалимский Талмуд. Это Галаха, закон. Агада – это повествование. И Мидраж или Гамилетика, если в современном говорить. Да? Мишне, что есть? Галаха и Агада, да. А здесь еще что добавляется? Да. Гамилетика или Мидраж. Галаха – закон. Агада – повествование. Мидраж – это Гамилетика. Палестинский или Иерусалимский Агимара, или Палестинский Иерусалимский Талмуд, он записан чипсично на иврите, частично на арамейском. И в это же время, с 200-го по 500-й год, другие мудрецы в Вавилонии, то есть на территории Ирака и Ирана теперешнего, занимаются также изучением. И пишут другую Гамару, да? Значит, первая, которая была Гамара с 200-го до 400-го года, это Палестинская Гамара или Иерусалимский Талмуд. А с 200-го до 500-го года – Вавилонская Гамара. И Вавилонская Гамара, она в большей части написана по-арамейски. Там очень мало иврита, да? Если в Палестинской больше иврита, то в Вавилонской очень мало иврита, да? Почему? Потому что они говорят на каком языке? На арамейском языке, да? В Вавилоне говорили на арамейском языке. Значит, написано по-арамейски и незначительное количество иврита. Состоит в основном из тех же трех частей, что Палестинская, но превосходит в размере и более подробно в интеллектуальном отношении. К 500-му году завершается то, что мы говорим «Талмуд». Да? «Талмуд», который состоит из Мишны и Гемары. Мишна одна на оба Талмуда, но Талмуда два, так как Гемара и разная. Это у вас должно быть четко в голове и на бумаге. Так? Записали? Еще раз вам объясняю. Что Мишна, да, с начала нашей эры до 200-го года, да? Мишна, она состоит из двух частей. Из Агады и Галахи, да? И закончил в 200-м году примерно, Игуда, Ган-Наси. А дальше идут параллельно. Игуда, Ган-Наси. Наси означает князь. Дальше идет параллельно в Израиле и в Вавилонии. В 400-му году просто все еврейские мудрецы, они уже убежали в Вавилонию. Потому что Римская империя начинает накручивать гайки, да? Помните, мы говорим, с 300-го до 400-го года, после принятия Константина власти, начинаются у евреев большие проблемы. А в Персии есть у них такие проблемы? Нет у них этих проблем. Поэтому, естественно, умный человек бежит туда, где лучше. И к 400-му году мудрецы уже все исчезли. Дураки остались, мудрецы исчезли. Знаете, клуб веселых и находчивых, да? Веселые поехали в Израиль, находчивые поехали в Америку, да? Кто остался? Правда? Вот такая же проблема происходила. Поэтому Вавилонский Талмуд, он практически не завершенный. Это Иерусалимский Талмуд. А Вавилонский, он более полный, потому что еще 100 лет работали, да? До 400-го года был Палестинский Талмуд, да? А до 500-го года Вавилонский. И оба Талмуда, они состоят из трех основных частей. Из Галахи, Агады и Мидраши, да? Это уже Иерусалимский Талмуд. Оба, оба, оба. Из Галахи, Агады и Мидраши. Я говорил, что, значит, Иерусалимский Талмуд написан по-арамейски, частично на иврите. Содержит три основных части. Вот у меня таблица, перепишите, кому непонятно. Галаха, то есть закон, Агада, повествование и Мидраши, Милетика. Так? Вавилонский. Написано по-арамейски и немножко там иврита. Состоит в основном из тех же частей, что палестинский, но превосходит в размере и интеллектуальном отношении. Итак, к 500-му году Талмуд уже завершился, да? Хорошо. Следующее, 500-й по 700-й год. С 500-й по 700-й год. Савараи. Савараи. Они собирают Мишту и Гемарру, и все, что было сделано до 500-го года, редактируют их, и уже в окончательной редакции становится Талмуд. Да? Савараи. Среди них есть такая группа мудрецов, которые около 700-го года нашей эры заканчивают тоже большой титанический труд. Они называются Масареты. Слышали? Масареты, да? Они что делают? Они придумали огласовки. И сделали так, чтобы можно было читать. Да, в принципе, к 700-му году они уже масаретский текст создают, да? Вот то, что мы сейчас пользуемся, вот если мы берем Тору и читаем в книге, оно масаретский текст. Она отличается от той Торы, которая в оригинале. Опять-таки, огласовки согласны традиции, но в некоторых вещах там огласовки ставятся специально. Изменены. Я как-то буду говорить об этом, да? Есть свой прием читания так. Да, да. Ну, различные приемы толкования, это уже другое, да. Хорошо. Значит, в общем, к 700-му году полностью уже к Талмуду ничего нельзя прибавить. Из 700-го до 1100-й год, это гаоны. Есть гаоны ранние и поздние. Гаоны означают гении, авторитеты. Большие авторитеты. Да, с 700-го по 1100-й год. Чем занимались гаоны? Их еще называют респонсами. По-латыни респонсы – это что? Ответы на вопросы. Гаоны сидели в Вавилонии и отвечали на вопросы. Вот типа я вам рассказывал, как в интернете. Реби, что нам делать? Разлилось молоко в холодильнике на курицу. Только ответьте побыстрее, пока курица не протухла. Но из Европы до Вавилонии где-то год с лишним, может, два года ехать. И обратно, в общем, три года проходит. Вот пишет община, письмо и отсылает в академию. Ну, и еще, конечно, кошелек там прилагается хороший тому, кто доставит, и тем, кто будет отвечать. Через три года приходит ответ. А может быть, он уже и не нужен, да? И поэтому с 1100 года уже возникают такие вещи в Европе, как кодификации Талмуда. То есть нужно как-то Талмуд привести в такой вид, чтобы любой нормальный человек мог разобраться, да? Мы, помните, говорили, это Раши, Маймонид занимались этим, да? И это уже эпоха кодификации Талмуда. Хорошо. Значит, с 700 по 1100 год это Гаоны.